Как думаете? Гриллер сколько набивает? Так что Real Madrid это... Мужики, я больничную неделю взял, могут в защите постоянно. Как? Без фирки. Ты выдумал его, да? Бро, у тебя жопа, с наоборот встанешь. Вот эта тема, да? Казахстан это отдельный вид искусства. Типа он пришел с кого мозги не убить, ахуели я съедал. Никогда еще страну не сравнивали с деятельностью. Вот как будто у сборной появилась вот жизнь. Насколько мы не знаем футбол? Угорцы. Там же горы, да? В Ирландии. Тоже сезон. Знаете? Ну что ж, доброго времени суток, дорогие зрители. С вами я, Ильяс Джапаров. С вами проект Спорим и рядом со мной, как обычно, Исинтайни Азбаев и Дидар Сыдыкбек. О, это я такой. Ты враг Диду представляешь, да? Это я такой. Пацаны, почему проиграл? Блин, всего два часа спал. Пацаны, блин, я уже четыре года не спал уже. Исинтай, скажи же, я уже нормально же. Исинтай, скажи же, я уже нормально же. Да, да, да. Вот вещь, вот вещь. Вот вещь. Вот люди говорят. Еще сегодня, к сожалению, Дидар выиграл. Мы проиграли, да? Кстати, SD Family выиграл МФЛ. Да. Чемпион. Поздравляю. Спасибо. Спасибо, Дидар. Да. Диду здесь нету. Но Диду бы сейчас очень сильно радовался. Да, ты знаешь, Лес Братан, да. Это, бля, это пиздец был. Вот так вот я расскажу. Бля, это пиздец. А вот это видео видел, как меня снесли? Вот я там доказал, и кубок падал. Знаешь, мне уже все, на принципе, поход. Вот на земле еда будет лежать, я ей буду кушать. Не, похоже. Давай. Так, Ильяс Мустава поиграли, да? Тур-тур-тур очко. Дидар без очков. Давай я сейчас объясню зрителям, почему я здесь сижу. Потому что я заменяю сегодня Дидара, так как у него неотложные дела, и он открывает 8 новых полей в Казахстане. Да. Дида красавчик вообще. Так, наказание паук. Будем держать паук 5 секунд на столе. Мне часто нужен паук там 400. Нет, бро, давай сначала вспомним Человек-паук фильм. Сколько секунд он был на теле этого Питера Паркера? Там 4 секунды. 4 секунды. Представляешь, какой риск. Ты смотрел, да? Или не смотрел? Просто такая реакция слабая. Кого ты не видел? Да, да. Ладно, давайте наказание. А как называется паук? Как модель? Ладно, пожалуй, если нет, ты по центру сидишь всегда. Это, получается, паука из хаганата, да, взяли? Хавали этот, паука с собой положите. Так, ящерц-скорпион нас ел, паука можешь с собой положить? Паука с собой положить? Это что за одноразовая посуда? Паук бедный. Как будто ништашкентский живет, одноразовая посуда. А, он такой прям, да? Это же птицеед. Птицеед, да? Да. Можно вот так подержать? 5 секунд. Этот. У нас такой камеры нет, да? Ой, ямафую. Он двигается, смотри. Он двигается в натуре, да. Движняков. Даже самые коры. В чем весь поражняк, что вот так мы посуду крутим и как будто отыгрываем, что там кто-то есть. Фига такой отыгрыш. Видишь? Часкар? 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 А чё мне холмок ему отказан? Сам? Я имя, да. Наказание, да? Кто придумал наказание, тот и должен класть на руку, да? Да, я боюсь, пацаны, очень нисчестно. Мужели, ты первый, чтоб... Мне прикалывают, чтоб просто так в посуде положили паука тебе, берите паука для меня короче такой паук, он должен... С ним всегда должен хозяин быть, который здравствуйте, не пугаетесь. вашу руку таки он к тебе кладет у блин если я очень боюсь я очень страшно у меня есть логически в голове то что типа 5 секунд ничего не будет там там это коричневый черный андекшки кафе цвета розовый розыгрозы пауки чем ярче паук тему напасть не это же всегда страшно а он такой темненький аккуратненько чем выйти я просто последний человек паук не смотря не знаю мимо погладить я близко хочу посмотреть зрение плохой но боюсь вот этого прыгнет в лицо брат можно погладить у него еще волос от все волосы не такие значка вот так вот чуть уложил он не нравится в этой ситуации самый кайф что вот есть люди вот кроме вас двоих здесь все кто находится со стороны тогда она возьмите что-то фигня же ты близко сидишь ты понимаешь что страшно это очень невероятно потом я братан я честно боюсь может придумать что-нибудь может не да погладим страшно поедет 10 готов ты не готов хорошо мы возьмем паука в руки но при условии что на подстраховке зеленый гоблин будет сидеть рядом и а ты не боишься или ты просто из принципа не боишься тип а так те невероятных не пугай не пугай его бро он смотри прям знает как его брать это его одноклассник видны ёб твою мать руки дрожат у него я сильно не формирует на нем петличка бро я боюсь я не пахну пожалуйста пожалуйста давайте он приятный какая когатки да я ваху и сильно прям вот не вероятно снимаю он прям на максималках волосатый ёб тогда она про просто погладим жестко и у него еще там какие-то смотри щупальца он при желании быстро может быть 10 секунд гладить он сейчас не даст нам гладить он убегать будет я пока нельзя такая пиздисты на рядом делать я хочу первых почему потому что потом кажется он злой будет боится спадом дидор когда ты меня позвал почему пиздисты грядом и делаешь просто короче сегодня деда попросил меня сходить на съемки вместо него и вот куда мне привело это брат я главнял не обратно ну точно же не укусит не будет такого типа точно да уже смотри смотри и он чувствует как же он чувствует он упадет надо его остановить его сильно страшно он же он мы же все не знаем умеет он прыгать или нет глаза дел 1 2 3 4 кажется ты не в то место гласил дрыгается здесь один с двенадцать сна я не выбираю что не вызываешь века но джонсу чекайф то это терпат свой все все хочешь не был осадить чисто просто чтобы на пофиг не сидели а так вот сюда даже да 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 и мы такие поникшие же да финалы лично мучок паук потроган это значит что можно успе переходить к обсуждению прошедшего финала лиги чемпионов на часть юрси и интерфейс самый скучный финал самый скучный финал это кажется самый тяжелый градом и сити было да в принципе елизабель и же по идее это брат родри забил ущанды не офигевали ваши от концовки что там происходило когда лаутару не отдал на лукаку и у кого как у него вообще про там усилим на важных матчах не везет вот просто он же не вот реально он нормально все делал там пойди эти моменты создает он классно открывается движуха если бы он не вышел бы не было бы этих момент но вот вот эти вот моменты дубовые когда вот не обрезается еще он прям после финала в шумбаланжо вообще типа чемпион да на кого взяли молодец требовал да все мацы руки вот не в обиду болельщикам этого клуба но когда челси становился чемпионом лиги чемпионов примерно что долгожданное было да такое ощущение в конце вот думал сидел желание лукатуры интер чемпионов куцикенди потому что сказка до андафина допустим вчера было я смотрел матч нидерланда хорватия полуфинал лига конференции для нас же лига нации жесткий мачку это хоть полуфинал этот финал так как бы скучно но финалович обычно такие бывают прагматичные типа дорожные даже у нас медиа лиги sd family one game 1 0 потому что команды сдержанно играют боятся ошибиться ну допустим брата он он до роман дать ливерпуль финалу брат это финал про финал был вы сколько там ударов сейф 10 просто моментов не было да да что даже до ворот не доходите смотришь как и наверное после первой таймы дебруйна трамал половой вот после этого центр капец слабо учета от родри стоун с центра где-то на фланг пошли видеть такие игры вообще смотрел типа я мать чё за игру вашего место интера реал мадрид по сити да прям выиграл в финале вот основной войнами в реал выиграл почти его часа тенденция заметили больших кубках финалах основного игрок и основной игрок вылетает чтенько салах сломался помнишь португалий франции этот криштиан ломался вчера финал грубо говоря дебрюна вылетел основной игрок то есть как будто это какая-то знаешь уже фишка короче да уже может быть специально это делается чтобы играть мне кажется у защитников есть установки ломать игроков наверно может с этим может быть миссер мак гривиш порой гидарный тускан не после финала гривиш жестко бухал уже на три дня засвистел там есть видео где выносят из бара он прям вот он пестрит в интернете сейчас тем что у него половина видео где он закрытыми глазами у кто-то несет его в основном волкер таскает короче заслужил чемпионат выиграл лучше выиграл чуть-чуть гривиш прямо на основной же был и не есть дебрюны бухал бы вот я согласен потому что гривиш еще это это короче чувак которого давно не хватало футбол футболе короче все стали супер такими правильными идеалистами корочка крестьян ну типа это культ спорта там дисциплины мы все он такой семьянин знаешь у него все ровно и в принципе футболисты боятся сейчас залазить какие-то скандалы или свои истинные лица показывать но а гривиш он такой он супер он рок-звезда типа новый бэхом он свистит он там в барах выпивает а там в англии культура там выпить пиво это не зашкварно короче типа просто один бэхом такой был дизельный бэхом какое-то время дизелил да когда в него фергюсон туфлю кинулся любутся андрей грешка куры самой как будто фильм снимает пору про американский футбол короче он похож да внешне да 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 он наш такой похож в ответ же главный герой фильм американском и главная героиня вот к ней катит этот чувак он футбольной команде типа да 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 еще он похож на этого чувака есть сериал как называется он тренера вот это класса класса там есть такой супер звезда игрок первом сезоне вот мне кажется с грилиша про образ брали прическу обычно сунда и кино доворой сунда и персонаж даже а еле буду снил водой тут миссис тролларов травмал открытие потом еще у грелиша мне кажется будет история что он будет хромой только в 45 лет знаешь вот и он будет такой у него будут кубки и однако забухавший как чуть ли не источник будет на этом придешь и голый он скажет бей левой и вы подсказываете так даже в ранды это лучшая ситуация может быть и как бы с болотели же болотели помните супер таланже тоже был грилин и красный и крайне слишком большие насколько мы не знаем футбол сколько набивает этот но звать или грамоте сити интер первые 15 минут сити начал давить и уже после 15-20 минуте в минуту уже я начал замечать что интер почти постоянно хоть на половине сити а второй тайм когда начался уже вообще там полноценка чуть-чуть да да интер начал хорошая тогда нехорошие моменты были у них капец она поешь защитник кто там стонус ошибся мартинский этот накид ошибся а кидай и как молдар один на один вышел вас дать лукаку мог дать пас я хотел вот так сюда засунуть в очко кинуть просто в ворочек оплюхнул конечно он до финала ренды все бумаги сними же в этот прикол в интернете что недавно ареал объявил что винисиус взял седьмой номер и за два часа пост с винисиусом и семеркой набрал больше лайков чем чемпионский пост монсити за два дня что они а что они выглядели чемпионов так что мадрид это вот если говорили о матче казахстан сан-марина а вот это будущий матч квалификации этот матч мем есть такой сейчас сан-марина это в принципе там это вам не с каким-нибудь сан-марина играть знаешь вот сан-марина мне конечно та страна который берут в пример типа худшего футбола сын марины сын марины казахстана марины казахстан в последние годы очень радует в последнее время да там у нас есть игроки уже которые становятся героями но в целом тоже к основу не ассоциируется что это чемпионская команда и мачка сан-сан-марины и так это как будто бой абдурозик и хазбика вот надо выбрать наверное казахстан раз мы за него были все равно же у хазбика больше какой-то вот но если мы проиграем сан-марины то это можно вообще окончательно завязывать шутками про футбол даже ну типа даже шутить не надо уже если выиграем это будет ну понятно знаешь то есть мы можем назвать кучу причин почему казахстан может проиграть сан-марины согласитесь кучу причин а давайте попробуем найти причины по которым казахстан выиграть сан-марины да как ты думаешь ну как минимум из того что казахстану цельное название не двойная уже хорошо дефис а нет название отлично не разделить нас они уже разделена а там дефис там то ли сам будет играть то ли марина правильно ты как думаешь за казахстан болеть это уже усиление хорошего сегодня это плюс четыре человека аудитории а если он будет участвовать в организации матча тогда точно поможет если не ошибаюсь сан-марины это та самая сборная где там типа вот эти вещи сборной где и потом мужик он работает еще на заводе и он там по выходным футбол катает кто-то из них вообще работает там где-то моделью до футболист про тебя жопу снова рота станешь вот эта тема сан-марины и на самом деле мужики я больничную неделю взял могу в защите постоянно как тренер одиев наш новый тренер ну как же новый осознает доказать 1 1 1 до начальника вот с приходом его в сборную вот как будто у сборной появилась жизнь он вообще но он с характером он оживил и вообще мне кажется даже среди народа какой-то знаешь не хватало героев всегда футболистов любят делать кумиров да а сейчас даже вот имена и какой-то вот помнишь мы помним имена болтиев жу москалиев смаков там отдельное поколение до накопки выросли и после них какая-то вот эта яма да ты где-то между делом там хижниченко остапенко что-то так слышал и все как-то так мимо проходил а сейчас вот снова появилась та сборная которую уже все и дети и взрослые знают вот скажешь так и берген ислам хан аббат аймбетов бахтер за индинов то есть те фамилии которые на слуху и которые мы будем повторять потом еще за это сатар выберем как походу шесть матч подряд у нас со штрафного забил прикинь в чемпионатик астанда орда баса тоже берген мне кажется вообще он будет радоваться нарушает позору нет это только классно 6 матч подряд и к чему говорю к тому что вот с приходом магомед адиев по напомню дополнение магомед адиева знаешь меня вспомнилась история когда зидан пришел в реал помните до зидана как в очках этот тренер еще был пилигрини нет пилигрини да кто-то до зидан тренировал или бенитес а бенитес рафа бенитес да я к чему говорю и до бенитеса и до бенитеса именно не хватало как будто у тренера авторитета всех вот этих супер супер мега звезд как-то соединить в одно пришел зидан и все же говорят до сих пор что кто болельщики реал ты наверно подтвердишь что зидан инма завар авторитетом он пришел в мозге не бить ахуэль я зидан я к чему говорю потому что как будто вот магомед адио получилось это сделать то есть он видимо пришел показал ребятам свой характер то есть показала ребятам поверили сказать давайте мы с тобой и он объединил как ты знаешь именно появился да вот именно три потому что спорный вот я вот ладно еще клубы я могу понять и неважно от лиги на сборная то всегда собирается лучше футболисты сто процентов хороших всегда да потому что там только вопрос в организации только вопрос к тактике и не знаю подходе к футболистам и все мне кажется этот за сбору на играет два чемпиона россии это чемпион к улазы и чемпион рпл россии кстати и ладно если отбросить все приколы и уже говорить о прогнозе на матч кастан сан марина учитывая нынешнюю форму казахстана как ты говоришь тренер одиев игроки заряжены плюс нам в этой квалификации нужно очки забирать после там матча здание да мы уже там доказали что у нас жесткий там темп идет и именно сан марины мы должны убирать мне кашу одиева вот как раз таки есть какая-то схема как слабую команду уничтожить просто я боюсь от этого знаете в тот момент как начинает болит за нашу сборную она вот спотыкается от тех кого не надо отдание выиграли типа но именно от сан марины как будто можно опасаться чего-то сборная казахстана а сборная казахстан нужно вспоминать что они хорошо играет вот и они проекты все-таки и так забыл а потом никого-то выглядит это бы да ну да да но хочется чтобы выиграли сан марины если говорить о прогнозе я думаю реал казахстан выиграет со счетом 311 пропустит я думаю я вообще почти уверен что казахстан выиграет если честно есть такое или есть сомнение вообще как будто тот случай впервые за долгую историю когда точно выиграли кому-то да я не соглашу красно выиграть сан марины ну братом учитывая тот факт пара никола в президент пола уже там почти господ короче и как он пришел и футзал и футбол прям сильно развивается и прям он о сан марино вообще сберем и горе казахстан вообще я думаю тем более евро брат это наш шанс да и группа принципе не не очень такая прям мощная там качество этом словаке да да словаке да не вар короче словении да не вар там можно там да не уже убрали я думаю счет будет 30 польза казахстана сан марино брат они вряд ли забьет голы забьет аймбетов и занятий итак твой прогноз 20 30 30 давай мой прогноз 31 выиграет казахстан зовет аймбетов пусть забьет вот охота как удивить фамилия не тараберген чтобы это был пусть ислам хан будет все скучу соскучились по вот он назрел он в основе же играть до должен так я думаю будет победа казахстану 20 а где играет кстати дома а в сан-марино все пока покайфуешь сан-марино да так 20 победа казахстана забьет у нас пенальти заинодинов живет на пенальти мне кажется будет заинодинов забьет и так 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 не знаю мне кажется кто-то может из защитника воткнуть ну типа с головы может алип или там симбаев играет же у нас симбаев может быть там не знаю с фланга разогнать понимаешь что я бы тоже на алипу поставил ну рискну матча с углового рискну давай пусть алип будет тоже чисто что чисто ради то что интересно да да давайте я говорю заинодинов и на урал алип и сразу если говорить о матчах казахстана предстоящий матч казахстан и ирландии вот это уже позже дырби это уже не сам один дерби это дерби казахстан ирландия дерби и классиках древних времен после конфликта макгрегора когда макгрегор с этим скинь сархан вообще не разбираешься да смотри с ирландией давай я буду пессимистом сегодня выпуска увидели да ну просто сейчас все казахстан хвалят типа на подъеме там штрафное заболевание выиграли и это слишком мейнстрим на короче выбирать позиции тоже были для нас там я буду таким тем самым критиком вот ирландия мы знаем да что ирландцы это считается чуть ли не самый духовитый народ в мире да хазахтар мы на духе вообще вытащили матч зданий и там по игре где-то не возим но на характере вот нам нет равных в порядке но всегда когда есть такая команда которая на эмоциях тащит много матчей всегда есть команда которая характера можешь тоже остановить именно эту команду потому что ирландия не будет выходить и играть качественный футбол ирландия будет тоже на духе на характере вот они учитывая что кажется они играют дома я думаю что ирландия выглядит со счетом 21 и казахстан очень грустно и вот так спали будут уходить кому-то чуть-чуть не хватило не дожали надо 21 кастом проигрывает айнбетов я его обожаю просто из ирландии я так не особо игроков знаю тем больше обед в футбол играть или стиль как он вообще и футбол и стиль вообще у меня личная короче мы снимали выпуск автобе года два-три назад и он там играл и мы короче до матча к нему подошли и мы говорим оба сегодня забьешь гол может быть да я планирую и мы грим как ты посвятишь его как вы хотите такие посвящены грузила вот так пальцами это будет типа ты нога мячу посвятил и все и он короче начинается матч назначает пенальти бьет айнбетов он забивает гол и радуется вот так короче бежит потом он делает дубль еще раз снова также радуется а вот так вот так вот сделай искал вот так пальцы сделать и он забивает получается дубль радуется вот такая сижу на стадионе и понимаю что я чуваку запрограммировал празднование он его делает час я вот так осознаю что весь стадион смотрит и потом уже после матча когда там он футболку скидывал я стоял среди болельщиков он влад мою камеру увидел врача видел видел я ногами чё вам посвятил гол короче из-за этого у меня абсолютно любовь к айнбетова ну и плюс он классно играет он реально тот самый топ нападающий которого не хватало ну и не знает национализм или нет многие меня поймут ладно английский болельщики тоже так любят англичан да у нас все равно другой национальности там нападающие игроки всегда стреляют айнбетов это такой первый один из первых казахов таких быстрых форвардов скоростных которые много забивают из-за этого у меня большой респект ну вот ирландия типа тяжелый матч на углом где-то запихал значит хотят спросить у меня тут я недавно этот видео точнее мне деда объяснил вот есть команда футбольный нога мяч тебя там нету не арту ранее то как так мы создали команду и нам это предложил ну не совместно с дидой короче вы решили запустить как бы он был организатором турнира и он говорит давай go ну что у вас есть канал у вас есть имя но мое условие если ты хочешь чтобы на нога мяч участвовал как медиа команда ты должен оставаться игроком sd у него да у нас контракт cd у меня у дис и у джуниора у всех и вот так и получилось что мы остались в sd но в перспективе мы возможно перейдем ножку ну да потому что нога мяч выходит и там смотрю не артура никого нету я думаю это вот это было условие на этот турнир и в принципе я подумал чем ну я поиграю за езды мне комфортно все нормально а запустить клуб это было больше дать опыта пацанам кто играет команде есть ребята кто у нас любительских лигах играет и мы просто типа давай go пацаны попробуйте и я понимал что вряд ли есть какие-то там шансы выиграть я в принципе это принципе так и думал что так и получилось а потом уже на следующем фэн зато все уже знают как эта кухня работает как внутри уже более будет привычно окей все понял ну я вот я подряд казахстана честно хочу по-любому я буду верить казахстан и я думаю что раз там выиграть со счетом 21 вот занят ирландия хорошая команда но там казахстан это отдельное искусство просто рандомно слова хотя казахстан это отдельное искусство и играю еще страну не сравнивали в деятельность или с категории как-то лучше да короче не где беру вот эти мелко астана по казахстан и этот голосов на имбетов и тогда берген ирланд сильный команда расход зажигает когда он кэп он лидер не кстати нравится этот фрагмент когда он как зовут игрока который играет в автобе еще зига зага а у раз у разов да когда короче стоит у разов и он же длинноволосый же был и тут в какой-то момент он постригся и он резко только короткостриженного раза встал и всех это удивило потому что он год прям с длинной шевелюры бы если ты так у разов и к нему журналист подходит девушка играть блин вы всегда с длинной шевелюры ходили длинноволосый а сейчас у вас короткая прическа как у всех типа почему еще так произошло и и рядом стоит тоже берген как братан и же да вон нормально же ему посмотрите он коротко постригся нормально вот нормально человеком стал не то что он длинноволосый и короче как мы поняли он заставил как братишку короче постригись и так ввергал он такой как чуть братан знаешь 87 года ну типа 88 там взрослого уже вы что думаете я думаю что здесь будет ничья вот так да я думаю будет 11 в этом матче и согласен с ослом то что ирландия нас характером ирландия нас характером казахстан тоже гонишь гети викинги да ирландцы да не знаю кажется скандинавы живу да скандинавы это шведы ночи ирландцы нет точно не отбросили вот эти норвежцы типа вот я по-моему вся скандинавия ну а ирландия она же возле англии находится она в великобритании хочет отчего антада угорцы там же горы да в ирландии тоже хоза знаете короче ирландия есть шотландия есть уэльс да ладно 1-1 я думаю что в этом матче забьет ислам хан и и и забьет десвирфи вот два футболиста я скажу вот из ирландии десвирфи ну короче где-то там чарльзе лаферти назвать не буду конечно я за них какие-то технические эти не будут так чисто вот поэтому давайте короче забьет стараюсь про это работал этот а имбетов забьет ислам хан кто-то из них это матч 11 хотя это же патриот но узбекистана ладно пацаны чё предлагаю переходить следующим матчем ну что ж перейдем к десерту даже не к матчам бою о дамы и господа мы переходим непосредственно к воскреск воскреск основу бою кстати прошлый бой мы не угадали никто а кто скажу в первом раунде победит аливера ты сказал или дидар не ты сказал я искал 2 угадала технический нокаут но раунд не угадал представляешь мы все сказали с ковтор ты вам третий рамского да дидором ветеранского в душе есть почти им альвер же по идее по кулачке всем удушающие сметал наоборот дамы и господа мы переходим боюсь и в среднем весе это векторе против канонера я могу начать давай не прям глубоко слежу за и все ну примерно примерно вот так счет жахтамблем короче витари канонер они оба дрались с адеса не вот они чем запомнились у канонера по моему если не ошибаюсь был бой за титул против отдать это них да и оба они ему проиграли это говорит о том что в их весе они не лучшие то есть это не ман сити это не реал мадрид играет если говорить об этом будет если мы уйдем футбол и сравним этот бой это как будто играет торги чем против эвертона знаешь типа они как бы тоже плотные сильные но они не лучшие в своем весе но это тоже такой стоящий бой который можно было бы посмотреть и если говорить о победителе я уйду не в технику их боя потому что канонер он огромный да в принципе габаритный витари он такой подкачаны более жилистый ну тоже качок сильно и тяжело так определить кто выиграет но если говорить о географии витари он итальянец и в принципе мало итальянцев то выступает юси вообще в боях и знаменитых бойцов я думаю на нем особая честь защищать честь своей страны и вообще имя вытаскивает что типа есть итальянцы подберутся не все из этого у него больше мотивации выиграть отбой я думаю что витари выиграет и это будет по итогам пачка они весь боят дерутся хорошее мнение хорошее мнение господин если дай так это же думал что вы витари но технический нокаут и есидов частыми каратен барокину танк сажите сикзи воду и вообще он да и прям режиме ваша кимит короче не скачай приложение потом зато просыпаешься у тебя сразу скачаны и все стоит смотришь потом вы кстати канонер ты если наблюдаешь знаешь что что канонер вообще он же тяж изначально тяжелого веса пришел там 93 плюс короче он из тех весов потом он спустился с полу тяжелой тип полутяжелом для этого такой же огром до пти теперь спустился в средний вес короче и дерется в среднем весе представляешь то есть он изначально очень веществ больше в разы все ли на весе это первые да и вообще говорят на ненера цель не титул выиграть а до легкого дойти а ты знаешь а тоже александр волкановский он да александр вас колосский тяжелого веса в полу тяжелый с полу тяжелого средний среднего полусредний с полусреднего в легкий слегка полу легкий и там везде ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду сносит так что в этой слове тот вообще алкановский это супер аппарат вообще потом когда он заберет до супер легком опять он на повышение я к чему говорю к тому что этот ударная сила у канонера очень мощная любом случае но я все-таки согласен здесь с тобой что будет победа решением но опять же надо понять сколько раунда будет если будет три раунда то победа решением сто процентов а если и если я думаю будет пять раундов то все-таки я бы здесь поставил на победу витари тупо из-за характера верно канонер сколько боев своих программ как будто проиграл из-за отсутствия характера нехватки поэтому я думаю 5 раунда чем больше человек тем меньше в нем какой-то вот этой бешеной дури да может быть может более спокойно может быть это раунд тогда я думаю пацаны если пять раундов победа витари 4 раунд ты думаешь так она нет большой и он задохнется да но я думаю просто х на характере 3 3 4 4 точно 3 3 я говорю витари по итогу решения я думаете кио победа витари ну хотя канала на витари пусть будет все на витари застанно а канонированный эмирейдинг ли тариф раз каламбур закалывается же футбольные же передать конечно ну что ребят спасибо большое надо обсудили несколько матчей обсудили юси ну расскажите ваши эмоции после передач ну как вам отлично номер это предпоследний выпуск и поэтому немножко грустновато это же канал сказал какой-то вид искусства до меня же выпуск был очень спокойный потому что вот паук осадил нас потому что пришли заряженные давай давай чё того разгоняли чуть прикалывались тут появляется маленькое существо разменьше руки и мы все такие короче как маленькие девочки скачали от него испугались и вы чуть морально у нас ты со стороны чуть отъехал короче короче салам алейкум дух вагом да дух чуть ушел дидо быть тоже причал бы мы все короче как брус ли а вот этот паука ханата пози обсудим давайте апачу эту шапу ударю как вы считаете короче бег мой близкий друг современного квна и я бы хотел бы любое его действие оправдать тем что он шоумен ну типа он очень добрый человек его сейчас обзывают что он там в крысу ударил там еще что-то сделал я не верю в то что бег из таких побуждений каких-то крысиных неправильных сделал бы такое я думаю у него есть своя правда и он объяснит и докажет дело но удивило удивил еще приглашать бекса знаю сколько лет шесть-семь ханата я знаю лет 15 если не больше короче почему со мной два раза серьезно я к тому что типа у меня очень сложно типа определить короче кто из них прав у тебя вообще две вселенные у тебя был чувак со двора на и у тебя был бег с квна да и каждый яркий по-своему и когда они вот зарамсили мне кажется чуть мозг немножко вот типа прогнал на считаю блин бекс неправильно сделал пойти и сейчас не думаю просто бег спаде в жизни он очень добрый вот да очень добрый и очень правильный пацан и когда вот лично ничего не наговорит личный костяктор мой даже вот идеальный я же пока вы на ворот жалобу сюда он на уважение всем общается и просто вижу типа здесь решение бег с а только есть у него своя правда и только он знает почему это сделал короче а со стороны типа там тысячи там хитки в этот бекс так я думаю свое докажет вам в будущем просто сейчас нужно время подождать и я думаю что это не хайп типа бека и убег есть мать под явно там благород был он сам принял решение но сам как мужик ответить за свое дело и докажет всему к что он не про заново ханату обидно тоже за это же за него до них она там да вот нихуя пацан жизни я согласен джекчандар лан передача окончили всем спасибо